Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре английский караван Бейли, Бейли Пейджент из шестой серии Бургунди. Такой прицеп уже у нас встречался не раз на нашей стоянке. Очень хорошая модель, удобная планировка на семью из четырех-пяти человек или компанию. Предполагает 4-5 местное размещение. Сразу покажу, что в прицепе есть мувер с пультом в комплекте, растаможен, находится в городе Санкт-Петербург. Я не надену, что шоссейная 50А. Вот такой вот караван у нас, его максимальная масса 1 тонна 150 кг. Прицепное устройство со стабилизатором движения алка, красная ручка. Дополнительно дожимает наше яблоко по бокам накатными тормозами. Также в комплекте колесо стояночное, то есть стояночная опора, лифт так называемый, для того, чтобы можно было удобно поднять и снять прицеп с нашего автомобиля. Ручник и вилка, две вилки по 7 пин. Если нужен переходник, обязательно, то можно у нас приобрести в университете. По закупочной цене мы отдаем для наших клиентов. Спереди у нас три окошка, все открываются по раздельности, с москитными сетками, сонцезащитными шторками. В передней части у нас бардачок с баллоном газовым и штатным местом еще для каких-то вещей. Также вообще баллона 2 можно поставить, редуктор у нас 1, а второй как запасной баллон идет. То есть одним попользовались, закончился, поставили второй. Вот, идем дальше. По этой стороне у нас три окошка есть, одно в одной комнате, другое в натку, около кухни и третье, последнее в туалете. К нему еще мы вернемся. Здесь у нас подключается насос-помпа, вот в этом месте насос-помпа подключается. Обязательно в комплекте также идет. Эта крышка снимается при использовании газово-электрического бойлера, при работе от газа. Это выхлоп от нашего холодильника с заглушками в комплекте на зиму и в ходе движения. Вот, резинер 14C. Вот, можно посмотреть, что у нас снизу. Штатное место для запаски у нас здесь находится. Идем дальше. Сейчас туалет покажу и заглянем под низ, посмотрим, что под нищей у нас. Здесь у нас кассетный биотуалет Тетфорд. Кассета на 15 литров с заливной емкостью сверху на 18 литров. Кассетой пользуются крайне просто, как обычным биотуалетом. Чуть подробнее рассказать можем на месте уже у нас при покупке. Перед расчетом все, абсолютно все расскажем. Либо звоните по телефону, расскажу также вам. Номер указан в описании, либо на нашем сайте Первый Караван Ру. Вид сзади у нас вот такой. То есть фары уже свежие. Свежие, это прицеп у нас серия 8-9 года. Снизу у нас под нищу, как я и обещал, покажу. Все в порядке, рама целая, оцинкованная. Само днище обработано. Здесь у нас несколько рундуков дополнительных. Это у нас рундук доступ под кровать. Вот он. И тут коврики дополнительные лежат также. То есть все по стандарту. Были очень похожие между собой. Мало чем отличаются. Ну а здесь у нас подключение 200. Штатное место для аккумулятора. Клеймы выведены. Все по заводу. Масса для мувера. И подключение 220 с переходником в комплекте. Кстати, я забыл сказать, что также, если вы хотите пользоваться прицепом зимой, вы можете установить у нас бак для воды вовнутрь. То есть не как по стандарту, как у, например, у этого англичанина, то есть по заводу, стоит бак снаружи. То есть емкость подключается. Насос-помп подключается снаружи. Емкость ставится именно снаружи. Если вы хотите перенести его вовнутрь, можно у нас это сделать будет. Без проблем. За небольшую дополнительную плату. Все оборудование демонстрируется перед расчетом. И непосредственно показывается вам для того, чтобы вы убедились в том, что все работает в вашем прицепе в будущем. И, во-вторых, для того, чтобы получить какую-то инструкцию. В виде видео, например, если вы издалека. Или если у нас, также вы можете заснять все на видео, чтобы у вас осталась информация о том, как пользоваться вашим прицепом. Итак, на превью мы посмотрели прицеп. И в самом начале, поэтому планировку показывать нет смысла. Сразу приступим к обзору конкретных деталей. С левой стороны у нас большие два дивана. Не такие большие, как бывают. Но все же здесь метр шестьдесят. Можно лечь в ширину прицепа. То есть посередине выжают жесткие ламели. Вот таким образом. Вот полностью выдвигаются. Сейчас сфокусирую. Полностью выдвигаются до конца. И собираются в одну большую кровать. То есть у нас будет кровать метр шестьдесят на два. Я думаю, это шикарно. Даже для самых больших людей. Будет очень удобно лечь на данной кровати. Окошки у нас все открываются. С москитными сетками, солнцезащитными шторками. Про это я уже говорил и говорю в каждом ролике. Вот наш панорамный люк. То есть полностью открывающиеся полочки по всему периметру. Прицеп в отличном состоянии. Состояние салона. Никаких вопросов нет. По наружной части небольшие вмятины есть. Несколько штук. Но это все не страшно. То есть идеальным прицепным, я говорю, и периметру не может быть. Что касается оборудования. Здесь у нас управление, точнее. Подключается насос-помпа. Включается. Это освещение. Это внешнее освещение. И общее питание 220. Также в комплекте здесь шел пожароизвещатель. Вот это внешнее освещение. Светится так. Потом у нас... Так, про люк я говорил. Под кроватью находится бойлер. Газ 220, трума. Получается на 10 литров. Накопитель 10 литров. Греется до 70 градусов. И размешивается с нашей холодной водой. С запасом холодной воды. Этот столик выдвигается. Собирается небольшая столешница. И также можно поставить дополнительный столик, который идет в каждом прицепе английском. Здесь у нас кухонный блок. Кухонный блок. В раковине у нас таз такой. Для кухни именно. Сюда крышечка убирается в сторонку. И для слива сюда мы можем поставить посуду какую-то. И она будет сливаться нам в раковину. Насос-помпа это у нас. В комплекте идет про него я тоже уже говорил. Холодильник газ 12-220. Дометик производства. На 80 литров. Полноценная. Здесь у нас идет морозильная камера. Сам холодильник. Довольно приличный. То есть стандартный. Назовем его таким. Как им пользоваться. Как понять что он работает или не работает. Все тоже расскажем, покажем. Здесь у нас четырехконфорочная газовая плита. Четыре конфорки газовые. Здесь не стали делать одну электрическую. Если все-таки это необходимо. Можно купить просто дополнительную. Которая вставляется в сеть. Духовой шкаф гриль. Это у нас тоже все по стандарту. В отличном состоянии. Потому что ими мало пользуются. Но все же это опять же здорово, что это есть. И работает. Самое главное. Принудительная вентиляция в данном караване присутствует. Это у нас бейли. Здесь воздух втягивается и вытягивается. С помощью вентилятора. Который работает в трех режимах. Микроволновую печь добавили. Это по заводу шла. Она 220. Самая простецкая. Большой плац. Для того, чтобы можно было поставить телевизор. На две стороны. С помощью того, что мы поднимаем жалюзи. Можно поставить здесь. И поворачивать в одну и в другую сторону. Что касается теплоснабжения. Здесь у нас печка трума. Система труматик с раздувом по всему салону. Работает от газа и 220. То есть в двух режимах. Вот таким образом выглядят раздувы. Чтобы вы понимали на будущее. Если кто еще не очень знаком с этой темой. Имейте ввиду, что это у нас раздувы. Здесь часть управления. Это у нас, например, управление печкой от электричества. Далее подключение телевизора. И розетка английская. Ее можно заменить на обычную. У нас на месте также. То есть довольно большой спектр услуг мы оказываем. В плане обслуживания и каких-то доработок небольших. Можем вам помочь на месте прям еще до подъезда вашего. Если вы опять же из другого города. Можно все обсудить заранее. И уже приедете. И можно отправляться в путь с любым караваном. Здесь у нас спальная комната уже пошла. Французская кровать большая. С вместимым бардачком под ней. То есть ниша там довольно свободная. Мы смотрели снаружи. Окошко открывается вовсю на 90 градусов получается. С москитной сеткой, с солнцезащитной шторкой. По периметру ящики все это понятно. Люк 40 на 40 здесь. То есть не панорамный. Но в принципе тоже достаточно для света живого. Имейте ввиду, что сейчас 220 не подключено. И поэтому освещения нет. Но как видите довольно неплохо все видно. При том, что на улице пасмурно. Здесь у нас раковина. Уже начинается, так сказать, ванная комната наша. Раковина это нормальная тема. Если напротив кровати, около кровати. Это значит у нас туалет будет совместный. То есть туалет, душ. Но здесь у нас получается душевой пантон сперва. И далее идет туалет с вот таким вот ограждающим элементом в виде двери. Прозрачный. Ну она не прозрачная. Неправильно выразился. Чтобы вы понимали. Вот такая затемненная, затуманенная. Скажем так. Как будто эффект разбитого стекла. Не знаю, как это правильно называется. И здесь у нас вот окошко затушили. Вот леечка для воды. Напор здесь хороший. Можно помыться спокойно. Всем спасибо за просмотр. Еще раз подведем итоги. Прицеп Ростоможен находится в Яне на 1, улица Шоссейная, 50А. В наличии у нас более 40 караванов. С ассортиментом можете ознакомиться у нас на сайте. Всем спасибо за просмотр. Ждем всех в Питере. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин